Привет! Вы смотрите шоу Чилим по-московски Обзоры на элитный алкоголь Простите за такую задержку Перед вторым выпуском Меня немножечко, скажем так, отвлекли Но надеюсь, в следующем выпуске Вы увидите уже Гораздо чаще Давайте поговорим о Диске Всем нам известно, что это алкогольный напиток Который получают путем Перегонки и длительного удерживания В дубовых бочках Если классифицировать виски То Можно рассказать О таких видах Это солодовый, который Еще называют молд Виски, его получают Из чистого и чменного солода И не смешивают с зерновым Виски, этот виски является Самым дорогим и ценным На рынке, по крайней мере Так считается Так же есть зерновой Он же Грейн виски Его получают из зерна Как правило Из кукурузы И в основном Он используется для Купажей И в продажу Его можно найти Довольно таки редко А самый популярный Купажерного виски Он же Блендер Его получают Путем смешивания Зернового и солодового виски И на его долю Приходится Более 90% Производства И потребление Всего виски Который существует В мире Так же есть еще Бурбон Это американский виски Его готовят По особой технологии Но Об этом В других выпусках Так же как в других выпусках Мы поговорим О Подклассификации Солодового Он же Молд виски Потому что Их бывает еще Несколько разновидностей Итак Как вы уже догадались Сегодня У нас В обзоре Речь пойдет о виске В данном случае Это Голд лейбл Езерф Производителя Джонни Уокер Что Можно Сказать Об этом Виски Это Шотландский Элитный Виски Крепостью 40% Купажированный Холодной Фильтрацией Его выдержка Составляет 18 лет В дубовых Бочках О да 18 лет Возможно Кому-то Из Зрителей Данного Эпизода Сейчас На данный момент 18 лет Вот представьте Столько лет Выдержался Виски Чтоб попасть В эту бутылку Что Еще можно сказать Именно Об этом Голд Лейбл Резерв Есть Такой Забавный Факт Что Его назвали Голд Не просто Так Один Из спиртов Этого Виски Из Купажа Используется С изготовлением Воды Которую Добывали На источнике Которым Раньше Промывали Золото Точно Так И Даже Недавно Проводили Некоторые Исследования Выяснили Что На этом Источнике До сих пор Существует Немножко Золото А Сейчас Будем Пробовать Этот Виски Перед Употреблением Его Рекомендуется Охладить Но Не сильно Где-то До 18 градусов Потому Что Если Охладить Его Еще Больше То Можно Не почувствовать Аромата Ну что ж Открываем Многие эксперты Советуют Пить Диски Из винных Бокалов Потому Что Так Больше Можно Уловить Тонкие Ароматы И Прекрасных Напитков Пожалуй Мы Так И Поступим Пахнет Пахнет Ирисом Пахнет И Изюмом Мне так кажется Пахнет Пахнет Очень Приятно А Сейчас Попробую Кстати В отличие от Предыдущего Обзора Где мы Делали Какой-то Коктейль Этот Виск Этот Не Стоит Разбавлять Колой Ни в коем случае Даже Как не стоит Пить Ни в коем случае Лучше Просто Смаковать его И Чувствовать его аромат Приятную гляность Богатый Сочный вкус С Ноткой Миндаля Бархатистый Немножечко Ванильный Асумистый Вкус Очень приятный Друзья Рекомендую До встречи в следующем выпуске Субтитры создавал DimaTorzok